Добрый день! Привет! Это на влог. И сегодня мы начали его... Мы едем на дачу. Мы едем на дачу. Вот так. Все вместе. Да. Тема впервые спустя время вот этой Москвы приехал домой. К сожалению, я не застала момент, когда они только все встретились. Мне кажется, тут было столько эмоций, что это обязательно нужно было снимать, но... У меня не было рядом. Ну и ничего. Еще с нами поедет бабушка, да? Нет, бабушка не поедет. А что придумала? Да, говорит, это так уж там, что лучше мне дома пристили. Это брак? Нет, нет. Тетя Таня, москвичка. Понятно. А тетя Таня, если вы помните, тетя Артема, с которой мы виделись в Москве, теперь она приехала сюда в гости, и мы как раз здесь, и мы все вместе поедем на дачу. Типа... Это прикольно. Тебе она выглядит. Ах, кто ж знал, кто ж знал. Ах, кто ж... Короче, едем сейчас. Мы уже приехали на дачу, уже там разгрузились, уже мы... нам тетя Тетя провела экскурсию по обновленной... Делай, какая завидная жених какая у меня, да. Да. Ты же не была. Скорее, мама твоя. Завидная женщина. А не... Ну, да, отношения чисто строятся на взаимном унижении. Обожаю просто. Короче, едем сейчас на пляж, будем жарить там шашлык. загорать купаться и что мы еще там будем делать все это все это все что нужно делать на пляже ставите что нужно делать на пляже за горой у меня есть карманный хейтер вот он а вот лагерь в котором мы познакомились с артёмом я вам уже его показывал но мы когда-то с ребятами выезжали а он же еще работает да давай как-нибудь сюда приедем потусить скажем что нам по 16 я думаю нас возьмут тебя точно ну да фаржу не посадить на мель а то мы отлично ну так вообще достава там вот так и все заросло это вообще ризорт блин только такая темная вода вниз страшно как будто там мегалодон какой-то знаешь прячется где-то сегодня день конституции у нас в украине всех с праздником кто вдруг из украины тоже и поэтому мы думали что будет очень много людей здесь что у нас выходной видимо из-за того что сегодня такая переменная облачность люди не рискнули поехать ну вот дождик чуть-чуть буквально минуту покапал и все небо довольно чистое классе к загрузили багажничек тема там что-то очень а зачем лопату кстати мы взяли чтобы копать стол мы уже даже купаемся ну что как водичка хорошо балдеем я щас загорею опять а ты чё на меня вырвешь ой 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 чё цвет по погребу подплечится я уже хорошо станет холодно но мы вот тут возле берега хорошо а там конечно что так прохладненько до вечера уходим нет тема может подогреть конечно ну как пойдет прикольно красивенько очень хорошо тут особенно опыт пожалуйста не жри меня так прикольно ты когда проходишь высотки воронки образуются хотя только что так сделал и воронки образовали я не знаю как почему конечно этого спорт вот туда мы только что заплывали там очень холодная вода опускаешь ногу вниз чтобы проверить по глубину это может сводит пальцы реально вот это холодрыжество вся миссия накупаться выполнена мы покупались теперь ждем пока у нас дрова сгорят подготовиться угли артем будет жарить шашлык у нас уже тут накрыта поляна покрывается разложили и чиптики клубничка варенички и в общем там куча еды и овощи и будет еще москово там вот такой если вы вдруг не видели огонь и вообще классно людей вообще нет что это если не любовь и какой египет зачем тут египет ну посмотрите просто на это ол инклюзив надо маленькие круги купить для стаканов да это такое что не срочно особо кайфуешь блин класс я хоть не очень люблю вот эти купания в речках но сейчас хорошо сейчас именно кайф это зверский поступок кайфуешь да классно ну за легкие хорошо так а ну расскажи-ка нам что тут короче мы тут варим речные мидии как бы это не звучало на костре я тебе покажу посмотри размер размер бешеный мы же сейчас приехали обратно в дому блин в ракушке их не показала ладно они были так с ладошку реально я не знаю и набрали там личных мидий да теперь что из этого получится непонятно но питание говоришь все будет четко она уверена что-то всплывать на человека вот это наверно то что и должно всплыть чтобы мы его ну да не съели по впечатление что вы знаете видимо вское зелье какое-то сварили а это остатки каких-то типа мозгов не очень хочу пробовать если честно я поверю вам на слово ты как тем рискнешь я не знаю ну вроде получается ну что там там посмотрим я сейчас сниму у нас есть такой классный собакин здесь его зовут румпель румпель штильскин это самый необычный названный питомец которого я встречала румпель штильскин надо было назвать собаку ты такой же хитрый как он все готово они еще у нас обжаренные в масле с вот здесь от запахом до собаки койте клёс не могла стать в комментариях кто смотрел сериал однажды в сказке потому что хозяева нам сказали что назвали его после просмотра сериала я тоже смотрел однажды в сказке мне прямо понравилось что ты утопила прошлый раз что ты пил а устрицы конечно только чуть-чуть бы соленее было но мы просто боялись что вкусно похоже на икру рыбячую и с язычком с каким-то икру с язычком салфеточку подать но я помню просто что оно такое но рыбный очень вкус очень рыбный я просто рыбу не очень пахнет она лучше да она она лучше чем я думал намного лучше но но все да вам тоже не очень хочу пробовать я и так не особо любитель мидии понимаю что они вызовут очень много восторга подаю раз даже чем я не особо не я да я даю лимончик а лимончик вот так я покажу шашлычок доброе утро всем в новом дне и рассказываю что вы пропустили вчера мы вернулись с дачи где-то в 9 может здесь да где-то в 10 и решили с темой не ехать по домам именно я к себе тема к себе а я осталась у артема чтобы утром раньше можно было встать и поехать сразу же на киев так мы и сделали собственно мы сейчас навигатор мы проснулись в 9 может пол девятого до 830 и собрались заехали домой забрали быстро мы и вещи я забрала только что там рюкзак умывалки свои что такого и едем уже в киев тема себя не очень хорошо чувствует может слегка простыл не знаю поэтому я села сейчас за руль тема храпит если он еще не спит он повернет на себя сейчас кормлю тем уже спит или притворяется это неизвестно так что мы заедем уже на киев обратно чем сегодня просто 2 40 там есть пламя в 3 40 нужно быть уже в киеве поэтому мы летим и едем быстренько ну что это какие все странные на дороге в черкассах мне не нравятся водители в черкассах они все какие-то странные это делает но и через 30 минут уже будем дома, Артем за все это время ни разу не проснулся, это просто какая-то суперспособность, всем людям такой крепкий сон, как есть у Артема, потому что он вообще, ему пофиг, где спать, какой будет шум, буду ли я говорить по телефону, буду ли я рядом, не знаю, голосовые сообщения записывать, будет ли играть громкая музыка, если транспорт едет, неважно какой, Артем в нем будет спать, и похер на все остальное, да, это что-то невероятное, ну мы почти приехали, в принципе, дорога довольно легкая, пробок дорожных работ там особо не было, в целом, доехали, наверное, доедем в целом за 2,5 часа где-то, так что скоро уже будем дома, я уже хочу кушать, мы нигде по дороге не останавливались, я решила уже так нон-стопом ехать, сейчас приеду, сразу хочу пообедать, правда нечего, что-то приготовлю, не знаю, и все, нужно будет еще рекламку сегодня одну в инстаграм снять, напомню вам, кстати, кто не слышал, мы приехали домой, сейчас мы покушали, мама Артема дала немножечко с тобой вареньках с мясом, поэтому мы ими сейчас и пообедали, я вспомнила, и я, блин, не могу привыкнуть к тому, что у нас есть посудомойка, я все равно все тарелки вставлю в раковину, сейчас я их переставлю сюда, потому что не гоже так, сейчас времечко у нас 14.38, нужно придумать, чем заняться вечером, посмотрите, что у нас происходит на улице, это же страшно открывать окно, там такой град, посмотрите, посмотрите, что туда падает, блин, посмотрите, блин, что будет с моей машиной, Тёма звонит, алло, 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 да, да, Машель, а ты можешь еще дома поискать, может, где-то пошелек мой, да, Тём, а у вас сейчас там град идет на улице? что, что? у вас град сейчас идет на улице? нет, града нет, просто сильный дождь, просто у нас тут сейчас очень сильный град, тут попадают куски льда размером, ну, типа, больше гороха, реально, машина стоит на подземной где-то парковке или нет? нет, на дземной, но там за деревьями она вся, ну, я надеюсь, потому что тут у машины сигналки срабатывают на улице, я так понимаю, что он нормально лупашит по крышам, это жесть, понял, понял, хорошо, посмотри, пожалуйста, пошарься, может, где-то в пумбочках, может, где-то в вещах, тебе он сейчас нужен срочно или просто, чтобы я поиск? тебе он нужен сейчас срочно или просто, чтобы я посмотрела? ну, посмотрела, да, хорошо, окей, посмотрю, давай давай так, где, уже упал этот кусок, который я вам показывала? а есть еще? охренеть, блин! посмотрите! я в вахере! просто вахере! я такого града еще не видела! посмотрите на эти куски, блин, что с машинами будет? я в шоке! я просто в шоке! я вахеру! жесть! капец, у нас заливает двор водой, там тупо сейчас просто жесть происходит, смотрите! пипец! а-а-а-а-а-а-а-а! И решили с Асей выйти в магазин, нам нужно чуть-чуть продуктов купить И я взяла с собой две пары кроссовок, которые я сейчас несу в сервис по чистке обуви Давно хочу их занести, но все никак не доходили руки У нас как раз в седнем доме есть типа химчистка такая специальная для этого Сейчас узнаем все Так, у меня сейчас где-то глубоко в сумке фотоаппарат Я не могу вам снять на фотографиях, поэтому снимаю тут кадр на телефон Мы вышли с Ашана, у меня больший пакет, я вообще не планировала ничего покупать А оно вот так получилось, еле тащу теперь И мы хотим еще... Да, у вас это то же самое Мы хотим еще сейчас зайти в АТБ, нам нужно там купить... Что? Творожный сыр, потому что не было того, который мы любим в Ашане Поэтому идем еще в АТБ Пока наши мужчины работают Типа, что-то, думаю, мы не так... Мы делаем явно... Так, теперь нужно приготовить... На самом деле тут просто срать Буду делать сейчас тосты багетные вот такие С лососем, огурчиком, помидорчиком, огурчиком И еще нужен творожный сыр Теперь все это вместе Вместе с вот этими уже тостами-багетиками Мы будем соединять И будет охренительно вкусная закуска к фильму Это шедеврально Шедеврально Посмотрите, как получилось красиво Я сделала половинку с помидорами, половинку с огурчиками И они все с лососем и с творожным сыром Ася еще дала черный кунжут И мне кажется, вообще так красиво Это можно назвать брускетта с лососем и овощами Знаешь, 250 гривен за портию Так, не, ну это маловато Она будет такая стоить гривен 900 Значит, 300, я думаю Так, слушай, давай откроем свой ресторан А, а у вас тут панини с этими колбасками немецкими и баварскими И овощами под соусом майонез Нет А какой там? Творожный Творожный Под творожным соусом Ну, шикарно А я ресторан Классно, сработаем А где мы будем смотреть? Так Смотреть фильм мы будем у Жени с Асей Потому что здесь у нас пока не рабочий телек Там культика у нас не хватает Поэтому мы будем смотреть тут Здравствуйте Все, мы все вместе уже живем Ну, Женя пытается У него не очень хорошо Женя уже доживал И смотрим фильм Последняя женщина на земле Пока ничего не понятно И здесь Тёма у нас изгой на пуфике Тут нужно было свое место заслужить А он не заслужил Да ладно Просто Тёма уступил мне место И лег на пуфик Спасибо большое Пожалуйста, средняя Что? Пожалуйста, средняя Субтитры сделал DimaTorzok